Моя душа Лермонтов был не только особенным поэтом, но и личностью выдающегося масштаба. Это был человек, повлиявший на судьбы многих людей. Человек, чей род имел шотландские корни. Истоки рода, места, где много веков назад жили предки поэта, мы с моим другом Вадимом и решили исследовать. И первым местом в нашем путешествии в Шотландию стала подмосковная усадьба Середнякова, где живет потомок поэта и его полный тезка Михаил Юрьевич Лермонтов. Михаил Юрьевич Лермонтов и Михаил Юрьевич Лермонтов. Вот геоналогически, как он вам приходится? Знаете, это интересное все время объяснение, потому что когда просто сказать, что мой прадед был его четвероюродным братом, никто не понимал, что был и был. То есть с Михаил Юрьевичем у меня общий предок. Вот его прадед мой четыре раза прадед. Здесь же, в Середняково, Лермонтов готовился поступать в университет. Он сначала был в пансионе, а когда он стал готовиться поступать в университет, ему понадобились документы, свидетельствующие о его происхождении. Один из его дядей, Арсеньев, специально поехал в Кострому, в архивы. А в Кострому, потому что первый Георг Лермонт, который в 1613 году пришел в Россию на службу Михаила Федоровича Романова, он там получил земли в районе Чухлама. И он нашел там эти сведения. И он представил эти документы. Он представил документы первых Лермонтов, которые пришли, в которых было написано, что они королевских кровей приходят на службу русскому государю. Государем даровал там, ну, очень обширные земли. Тут у него, как говорится, вот происходит вот это самоосознание, то есть самоидентичность, которая меняет его, в общем-то, и отношение к самому себе, что самое главное. Визит в Середняково стал отправной точкой путешествия в Шотландию по значимым местам рода Лермонтов. Прежде мне не доводилось бывать в тех краях. И вот представился повод посетить страну гор и волынок. Посмотреть, как и где жили люди, потомком которых был Лермонтов. Поразмышлять над тем, как могла бы повернуться судьба поэта, если бы он смог покинуть Россию и оказаться в Шотландии. В Санкт-Петербург, потом уже до сюда, от Фингасск, спать. Вот-вот он, Фингасск. 300 км. Нормально? Я предлагаю двигать. Стартуем. Давай, сейчас я застегнусь. Санкт-Петербург. 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 веке писал стихи, песни и баллады. Существует легенда, что однажды Томас Ревмач встретил королеву-эльфа, очаровал ее, и она забрала его в волшебную страну-феи, где он провел без малого семь лет, пока не заскучал по родным краям. На прощанье королева наградила возлюбленного даром предвидения, и всю оставшуюся жизнь Томас Ревмач предсказывал будущее и слагал баллады. Томас, очень редко Фома, Томас Ревмач или стихотворец, также правдивый Томас, вещий Томас, и, как мы его знаем, Томас Лермонт, мифологический предок шотландского рода Лермонта, одна из ветвей которого дала начало русскому роду Лермонту. Знаете, это великий человек только по одному, что он автор Тристана Изольна, ну, то есть, той версии, от которой идут все остальные тексты. Пророчества Томаса-стихотворца приписываются как историческому Томасу, так и Томасу-герою шотландских преданий. Они собраны и опубликованы в редакции Мюррея. Многие из них получили подтверждение, в особенности те, что сбылись еще при жизни Томаса. На башне Томаса есть памятная доска, установленная Эдинбургской ассоциацией пограничных графств в 1894 году, на которой написано «Особы, которые представляют себе мироздание в таком целостном виде, не понимают, что наш великий Лермонтов и Томас Рифмач – это братья в этой ипостаси, так скажем. И тот, и другой были между небом и землей. Это значит, действительно был художественно гениальный человек. Это не все. Это, конечно, совершенно сказочная история о его пребывании в стране эльфов, о его подготовке к этому событию». «Красиво. Отсюда он, собственно, в эти холмы к королеве эльфов и ушел». Вторым местом, связанным с Томасом Лермонтом, являются Эрсельдунские холмы. Согласно преданиям, здесь росло дерево Томаса, скрывающее вход в страну феи. Теперь на этом месте памятный камень. Эти холмы воспеты Вальтером Скоттом в песнях «Шотландской границы». Из этой поэмы юный Лермонтов и узнал о своем предке Томасе Рифмачею. «Все. Ясно. Все. Он сейчас завелся. Все, у тебя бендик, зацепления нет. Не глуши, ничего. Все, пусть работает. Звука нет?» «Сейчас нет». «Сцепление выжимаю». Это бендикс. Входят в зацепление. «По крайней мере, понятно, что не коробка. Это уже хорошо. Не, ну я по гарантии отвезу». «Ничего страшного. А если он у тебя накроется вообще, мы всегда сможем его завести с толкача». «Мотоцикл на грани смерти. Надеюсь, триумф нас спасет, наше путешествие». «Мотоцикл на грани смерти. Надеюсь, триумф нас спасет, наше путешествие». «Дорога на то и дорога, чтобы преподносить сюрпризы. Мой Харлей сломался, путешествие оказалось под угрозой срыва. Звонок Роману в новосибирский салон «Триумфа» связал меня с хозяином завода «Триумф» в Англии. И третьим рукопожатием стал Эдинбургский мотосалон, одолживший мне новенький «Триумф Бонневиль» для продолжения путешествия. «Вау, красиво!» «Дорога на грани смерти». «Дорога на грани смерти». «Смарт-байк». «Право велосипед!» Вы знаете, когда для нас тоже, как для Лермонтова, в отличие от него, не сумевшего побывать вообще за границей, нам удалось побывать. Мы посетили замки Лермонтов, которые принадлежали Лермонтовым, которые до сих пор в состоянии того, что их можно посмотреть. Некоторые даже отреставрированы в подлинном смысле, что ли. И это для нас было удивительное откровение, потому что мы проезжали и понимали, что вот тот Георг Лермонт, который в 1613 году пришел, вот здесь он жил. Замок Бальками. Расположен в 15 милях к юго-востоку от замка Дерси. Вальтер Скотт, исследуя архивные судебные дела, обнаружил материалы о Лермонтах из Бальками, которые были известны в основном в своей судебной юридической деятельности. В 16 веке здесь жил предок Джорджа Нойла Гордона Байрона, между прочим, королевский адвокат Гордон, женой которого была Маргарет Лермонт. В конце 16-го, начало 17-го веков, многие Лермонты из Бальками стали солдатами удачи, то есть военными наемниками. Судьба развела их по разным странам, а одного из них забросила в Россию. По мнению современных исследователей истории, предок русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова Георг Лермонт произошел из Лермонтов из Бальками. Красиво? Ничего не скажешь. Погибшим люди справедливы. Сын боготворит, чтоб проклинал отец. Чтоб в этом убедиться, досидин дожить не нужно. Есть всему конец. Немного долголетний человек цветка в сравнении с вечностью их век равноничтожен. Пережить одна душа лишь колыбель свою должна. День близился к концу. По пути в отель я размышлял о том, что прямо сейчас мы ехали по той же самой земле, по которой некогда бродил Томас Лермонт, по которой мог бы ходить сам Михаил Юрьевич Лермонтов, если бы дорога его жизни свернула в другую сторону. Мысли о том, что было бы, если бы Лермонтов попал сюда и избежал той злополучной дуэли с Мартыновым, не покидали меня. Мы прибыли в замок Фенгаск. Жена владельца замка Елена Трейбленд, проправнучка Александры Алябьевой, которой Лермонтов в 1831 году посвятил Мадригалу. Вам красота, чтобы блеснуть, дана, в глазах душа, чтобы обмануть, видна, но звал ли вас хоть кто-нибудь, она? Здесь мы встретили сестру Вадима, Женю, и эта встреча преобразила всю нашу дальнейшую поездку. This is my brother, Valzin, and this is M box C. Это Андрей, Елена, Вальшавус. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 После небольшого размышления Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 По пути в Сент-Эндрюс Меня не покидали мысли о том, что вся наша жизнь состоит из случайностей За сутки до этого мы не знали о существовании бабушки Одри А потом по ее совету встретились с Дэвидом Скоттом Преподавателем истории из местного университета Узнав о цели нашего путешествия Дэвид с радостью вызвался показать нам городскую ратушу и герб Лермонтов Такая вот цепочка случайностей Могла ли у Лермонтова быть иная цепочка, отличная от той, которую мы знаем? Что было бы, если великий поэт прожил дольше отпущенного срока? Как поменялась бы его жизнь? И как изменился бы мир вокруг, если бы Михаил Юрьевич не покинул его так рано? Я о судьбе ее чужой пришельницы жалею Беззащитно предана, порыву буй и зной наконец О, вянет преждевременная она, но с корнем не исторнет никогда Мою березу вихрь, она тверда Так лишь разбитым сердцем может страсть иметь неограниченную власть КОНЕЦ Да, с учетом нашей вчерашней встречи с бабушкой Нарошу, захочешь такую организовать, да? Невозможно Это называется Дорога пишет свою историю Ваши историю интересная в Лермонте КОНЕЦ 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 На этой книжке Михаил Юрьевич Лермонтов И священник, который был сожжен католическим папой как раз В районе Сент-Эндрюса Как раз в одном из замков Лермонтов В этом году в Лермонтов Он пытался раздражаться Возвращение кастер-карту, где были определенные лорды, в Сент-Анджерусе. Они обрали кастер и убили карденов, и убили его в сторону. И тогда, за несколько месяцев, я думаю, это было около 9 месяцев, было вновь сезон. Когда, через губернаторские силы, пытались вернуться к храму, и они держали храму за все время. Одна из людей, кто был очень включен в это, была James Лермонт. Он был один из лордов, который был в отношении с Кадрином, Кадрином Петер. Он был один из первых, чтобы вывести альтернативу о том, что они делали. Он показал, что он не был виноват, но он действительно был, потому что некоторые своих родственников были виноваты. И вот мы стоим рядом с гербом. Не хочу показаться излишне пафосным, но я ощутил некоторую связь с этой эмблемой. Шотландия, Сент-Эндрюс, старинный герб. Михаил Лермонтов — человек с шотландскими корнями, который изменил Россию. И мы — русские потомки, которые, вдохновленные наследием, отправились в те места, где все началось много-много лет назад. Круг замкнулся? Что это? Результат закономерных случайностей, которые всегда приводят нас туда, куда мы должны попасть? Или же все гораздо проще? Замок Дерси. Древняя резиденция могущественных и воинственных родов была живописна и удобно расположена на вершине крутого склона в глубокой излучине реки Идеи. Замок Дерси был местом, где решались государственные дела. Здесь проводились политические диспуты в 1315-1316 годах. Лермонты появились в Дерси в середине 15-го века. На протяжении длительного времени они были мэрами Сент-Эндрюса. На гербе этого города тот же девиз, что и на гербе лермонтов из Ливингстонов — «Дам Спирос Перо» — «Пока дышу, надеюсь». В те дни, в 90-е годы, можно было увидеть лишь руины древнего замка. Но за последние годы они стали привлекать внимание и, собственно, их начали выкупать. Сейчас мы видим, что замок восстановлен в 2000-х годах. Сэр то ли развелся, то ли… Ну, не будем там домысливать. И теперь, да, живет здесь его супруга, но вот сдает в рент поэтическим шотландцам на уикенд. Аббатство Пласкарден — это мужской монастырь. Находится на северо-западе рядом с озером Лох-Несс. Рядом с домом, в котором живет твоя сестра Женя, между прочим. Я так понимаю, это 200 километров от Сан-Эндрюса мы проехали. Или это 200, даже 220 километров от Сан-Эндрюса. Так это вели скальянский орден бенедиктинцы, и носят они белые одежды. И, собственно, Джордж Лермонт был настоятелем этого монастыря с 1509 по 1531 год. И могу сказать, что герб Джорджа Лермонта, ради которого мы ехали, оказался на стене. Вот он. Амстер-Монт, приор. Амстер-Монт, приор. Иван Сан-Эндрюс Лермонт, приор. И мы ехали по Скт-Петербурге за королем, до Ремонт. Да. Правильно. Мы прямо здесь. Да, 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 да. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Это фантастик. У меня три брони, но один из них есть в 6.50. Ага. Это будет регистрация. Это было 1974. 1974. Я родился в 71-м году. Визит в аббатство Плискарден подтвердил мою теорию, что наше путешествие так или иначе состоит из неожиданных и интересных встреч. Удивительно, но нашими проводниками в мир предков Михаил Юрьевич и Лермонтов снова и снова становятся люди, нам совершенно незнакомые. Что, как не фатум, является двигателем нашего путешествия? Получается, Лермонтов был прав, когда утверждал, что свою судьбу не изменить. Так и ее создание. Иногда на берегу реки один, забыт, Я наблюдал, как быстрая вода Синее гнется в волны, Как шипит над ними пена белой полосой. И я глядел, и мыслью иной я не был занят, И пустынный шум Рассеивал толпу глубоких дом. Почему при всем таланте, почему живопись для него не стала яркой частью его жизни, как и поэзия? Я думаю, что просто жизни не хватило. Может быть, просто утрачено? Он же писал все в блокнотах, кому-то отдавал, раздавал. Известно, что кое-что утрачено, но тем не менее, он ответил, что у него пророческие данные. Он отвечал за это, он отвечал за свою миссию на этой земле. Ему ничего не оставалось делать, как реализовывать вот это мессианство. И я думаю, что он бы действительно стал совершенно гениальным и живописцем, когда описал бы все то, что можно стихами описать. Общий вопрос. Что для тебя Шотландия за 20 лет твоего пребывания в этой стране? Первое, что возникает у меня в голове, в ощущениях, это люди. Потому что, когда я сюда перебралась, а мой бывший муж сюда меня привез, можно сказать, бывший муж, можно сказать, любовь. Наступил такой момент, когда я была очень несчастна и начала думать, куда бы мне ехать, что делать. У меня было двое маленьких детей. Я решила, что я пойду домой, в Россию. Потом я еще решала ехать в Италию. Потом все, я придумывала себе всякие побеги. И в конце концов, все это оказалось, что единственное место, которое стало домом, это стало Шотландия. И благодаря этим людям, с которыми я здесь подружилась и познакомилась, которые стали мне, моей второй семьей. Понимаешь, дело не в том, что они все прекрасные. Они прекрасные и ужасные, и верные и неверные. Они люди. Но для меня это очень чудесная и необыкновенная семья со всеми своими достатками и недостатками. В твоем творчестве, вот в том, чем ты занимаешься в творчестве художника, Шотландия и вот эта вот лирика шотландская, она находит свое отражение? Она находит свой отпечаток? Вот если бы просто ты себя перенесла, например, в Россию, изменилось бы то, что ты бы создавала? Или ты считаешь, что это было бы ровно такое же, потому что ты передаешь свой внутренний мир? Знаешь, такой был писатель Милан Кундера, чех. Он сказал, что жизнь, она как набросок. Он никогда не может быть законченным рисунком, потому что в жизни невозможно стереть вот это и сделать правильную линию. Правильно? Значит, у тебя есть возможность только одной линии. Поэтому вообразить, что было бы бы, это очень трудно, с одной стороны. Так, а с другой стороны, я уверена и безусловно знаю, что если бы я жила бы в России, хотя это все равно было бы выражением меня и моего творчества, но я такой художник, что моя жизнь и мое искусство, они очень связаны. Одно влияет на другое бесконечно. У меня нет жесткой полосы, где я разделяю. Здесь я на работе пишу, а здесь я там еще какая-то другая. Я вот, путешествуя по Шотландии эти дни, все время ловился на мысли, а что было бы, если бы все-таки Лермонтов, узнав про свои шотландские корни и своих шотландских предков, побывал в Шотландии. Поменял бы это его судьбу или нет, состоялась бы эта нелепая дуэль, на которую он сам нарывался, напрашивался и провоцировал свою смерть. Я пытался подумать, изменила бы его судьбу, если бы у него была такая возможность, узнав о том из стихотворца, о Георгии Лермонте. И он буквально, вот как мы, на короткое время побывал бы в Шотландии, пообщался с людьми, возможно, не состоялось бы этой нелепой дуэли. Я уверена, что это был бы абсолютно другой человек, если бы его поместить, с одной стороны, с другой стороны. Только не забывай, что момент жизни Лермонтова в эти годы, здесь, 18800-е годы, это было очень turbulent время, очень неспокойное, со своими страстями и так далее. Я думаю, что когда его душа, как он говорит, просит буря, то он бы нашел это буря здесь. То есть она могла бы выразиться по-другому, но я думаю, что все равно дорога, которая тебе предписана, он бы все равно ее нашел. По рекомендации Жени, мы отправились в магазин тартанов. Тартан – это шотландский кличетый узор, который, как правило, закреплен за определенным кланом. Женя рассказала нам, что для шотландцев понятие род – это нечто особенное, тогда как у нас в России происхождение уже давно не так значимо. Хотя во времена Лермонтова род был важен, и поэт всю свою недолгую жизнь искал предков, пытался укорениться и осмыслить связь с прошлым. Кэмпбелл Соблюди был найден в 1858 году по Кэмпбелл семьей, для родственной семьи. И они рулили шотланды за четырех лет. И этот шотланд был создан Джеймс, Мириум и Катрина Кэмпбелл. А что для шотландцев тартана? Ну, это принадлежность к клану, это принадлежность к определенному культурному коду. Мы, как говорится, понимаем, что шотландские кланы шотландские ложи и все остальные организации, они мощнейшие считаются в мире. Оказалось, что у лермонтов не было своего тартана. Зарегистрировала специальный тартан рода Лермонтовых, это вообще впервые они зарегистрировали тартан российской ветви рода Лермонтовых. Мы попрощались с Женей. Нам не хотелось с ней расставаться, но нужно было ехать дальше. История не стоит на месте. Все постоянно меняется, и именно эти перемены образуют естественный ход времени. Вопрос о том, что случилось бы с Лермонтовым, окажись он в 1841 году в горах Шотландии, а не Кавказа, по-прежнему оставался открытым. «Кто посещал вершины дьих гор? Тут свежий час, когда садится день. На западе светило видит зор, а на востоке близкой ночи тень. Внизу туман, уступы и кусты. Кругом все горы чуждой высоты. Как после бури облака стоят, И странные верки в лучах горят». Мы плыли на лодке с Томасом Бивиттом, человеком, который должен был перевести поэму 1831 года июня 11-го дня на английский язык. Заказать перевод у Томаса мне посоветовал потомок поэта Михаил Юрьевич из Середнякова. Ранее Бивитт переводил на английский стихотворение «Желание». Это было гораздо сложнее, чем я думал. Я уже переводил несколько Лермонтов. И когда я начал переводить, я был немного запомнил. Я думал, что он только 17 лет, он очень романтий, он очень романтий, он очень романтий, он очень романтий, и он очень романтий. Я не был очень романтий, но я не был очень романтий. Я думал, что он был очень романом поэта. Когда вы переводите поэтиру, вы должны слушать музыку, а то, что вы не сможете слушать музыку. И я начинал, чтобы использовать музыку, чтобы выключить музыку, чтобы выключить музыку, чтобы выключить музыку. Он изменяет музыку много. Иногда он очень сильный, и сильный, и быстрый, и иногда он очень depressed, и все остается hopeless. Так что язык выключает музыку, и он становится реальным. И поэтому он создает реальность. 11th June 1831 Eternal soul, since childhood I recall, in search of the miraculous sublime, not light itself, but light's delusions all, in which I dwelt for minutes at a time. And torments filled those moments, as it seems, I'd occupy such enigmatic dreams amongst those instants, but like peace, the dream within could never find release. How often, summoned by some ghost refrain, I lived another age, another chance, forgot the world, and time and time again, when starting from a heavy-hearted trance, I wept. But all those restless visions, held by flesh and viewed through rents and scissions, did not seem like creatures who could dwell on earth, all in them was holy or from hell. In simple prose, a man cannot describe internal strife, but I hear other tones sufficiently resounding to imbibe ambrosia. I feel this bag of bones, exalted passions, and still undeclared, struck dumb, but now I am prepared to sacrifice myself to something good, though its shadow flee into the wood. Fame and glory, what are they but lies? Yet in them is something that compels the willing victim to the sacrifice. My days are a continuum of hells, lacking purpose, but yet faced by choice, still I believe it. This compelling voice, as summons to eternity each breath, relinquishing all earthly gifts to death. And for the eternal there is no grave. When I am ashes, these outlandish dreams, though still paradoxical, are brave and blessed by angels. Seems you won't die with me and my love will carry you to spaces up above. To your name, my legend will be linked, for after death our souls are indistinct. For the dead, there is peace at last, a son shall worship what his father once despised. This is how the race of life is run in order that each force be neutralised. A person, whether yet advanced in years, mere blossom to be scattered, and all fears are equally contemptible. A womb is just a staging post towards the tomb. So, with the formation of a soul, by a river facing the abyss, watching as the rapid waves cajole the blue into the white with noisome hiss, and above that foaming, turbid tide I stood and listened, dazed, preoccupied, lost amidst the unremitting din which scattered all the restless thoughts within. There was I content. If I could only forget the unforgettable, her glance, source of all distress, why I am lonely, known by her across the wide expanse of time and destined here to love her and her alone. to God above I pray for torments new yet these allied that ghost that still continues to reside. No one cares for me, not then or now. Burdensome to others and the devil anguish divigates upon my brow. I am cold and proud and even evil like the crowd, but is it of her art to daringly transpierce into my heart? Could she even know its rightful name since there are fire and shadow all the same? Across the sky a dark cloud brings a chill but in its heart it hides a deadly fire which bursting forth attenuates to nil all that it meets with swift desire flashes and is covered once again. And who can such phenomena explain? And who has eyes to stare into the dark? Why try? They disappear without a mark. Harrowing my entrails bittersweet to my journey's end at which extremity the soul's condemned to wander and to meet its kindred spirits and where to be free but who has loved me? Who my plaintive voice has heard and understood and felt my joys? I see that love for me is like a taint which from the weaker could not bear restraint. Many lovers do not trust the world and so are happy. Others feel desire engendered in their blood and outward swirled in brain disorder or creative fire. Love of all the passions most divine yet a thing I never could define seems a love can take but one sure course at fever pitch with all my psychic force. But I could not be weaned from such deceptions my unimpassioned heart would throb in vain to its beat amongst the lacerations pipes there still love's long revered refrain as from dreary ruins springs a birch youthful spry beguiling from her perch like a ray of hope she greens the rones and titivates the melancholy stones. And for her fate the nameless interloper mourns poor defenceless devotee under sultry blasts and lack of hope she wilts and withers my tenacious tree but from her spot she will not be effaced as whirlwinds surge she's sturdy at her base for only in a broken heart desire can burn with potent everlasting fire. The proud soul does not tire or yield to gloom but bears its heavy load with resignation to its fate it will not yet succumb but still persists in breath its vindication duelling with the absolute it fails but may in losing and by such travails inspire a thousand vassals to rebel such a soul's in heaven or in hell. I have always loved the empty places where the wind caresses naked hills where the kite ascending airy spaces essence of the speckled steppe distills here the skittish herd no yoke constrains and frolicking above the mottled plains the raptor rushes straight out of the blue hoving between clouds and into view. Colossus-like eternity bestrides impermanence to strike the mind of man the boundless ocean of the steppe elides description turning blue across its span sounding universal harmony and this for us is suffering or bliss all becomes transparent but this weight will count when we present ourselves to fate. Who has ever sat among the peaks in that hour when day holds precious light gazed westwards where the bright planet leaps into the sky while shades of looming night gather in the east the scarps ravines beams glinting all around the tops of loftiest extremes and where the weird crown of cloud alights after the storm the rays glancing in the heights for him a heavy heart of former years full and beating fiercely this mad ideal breathes life into a skeleton the same tears and almost all the beauty of the real just as the vain man's hungry gaze retains the image of his portrait though not much remains of likeness to the eyes bright luster on the board portrayed and that's long effaced by time as vital passions fade is anything on earth more splendid than these pyramids of nature majestic snowy pinnacles whose flanks may disappear amidst the mist but no man's victories or miracles compare to what is seen there where clouds seem like crowds and lightning wreathes the beam of light that tops the rocks nothing imaginary is real and he who has seen heaven need not fear the corporeal but the step when unbounded causes unease with its mile upon mile of waving feather grass no purpose in the meandering north-east breeze as it kicks up dust willy-nilly in its path and where all around how cruelly to the eye is lacking the sight of two or three birch trees backing into the distance under the bluish haze and fading to black in the emptying of days путешествие в Шотландию подарило нам непередаваемые ощущения и понимание масштаба личности поэта но осмысление этого думаю придет позже а если поговорим о лермонтовском свободе смирение покоя вот что это для тебя свобода смирение покой это это внутреннее состояние то есть это наверное смирение это понимание самого себя потому что что мы стремимся в нашей жизни что вот я учу своих детей пытаясь им объяснить что самое главное это понять кто ты есть для себя узнать кто ты а потом понять в Шотландии было ощущение покоя было практически постоянно когда едешь на мотике по всей этой красоте по всей этой природе нам всем кажется что если это ты то ты точно знаешь кто ты но на самом деле бывает в жизни что уходит вся жизнь чтобы понять кто ты а потом понять а потом принять люди которые очень дружелюбные и всегда рады тебя видеть я конечно не мог себе представить что можно в нашей жизни вдруг встретиться с подобными людьми В всеми работами Лермонтодд он пытается эффект его собственной имминицией он пытается разворачивать свою душу чтобы она продолжать больше чем его это его основная идея все-таки все-таки я себе из твоих разговоров представлял ее немножко другую она оказалась такой белой птицей белым ангелом и то что она оказалась в Шотландии это счастье для нее самое страшное когда ты живешь всю жизнь но в такой иллюзии кто ты и всю жизнь ты не можешь быть в покое потому что ты мечешься и ищешь кто же это другого момента у тебя не будет и каждый момент в жизни человека он единственный и последний он будет жить forever но сначала нужно делать это 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 отношение к этому каждому моменту в непрофанности отношения к происходящему но по энергетике по вот совершенно ненужной нервозности которая вселенная нас преследует в этой жизни здесь конечно фантастически и даже даже до смерти до 26 он знает что это придет он уже решил что он уже решает что он уже решил дождался дождался этими красотами и конечно бы у нас были свидетельства его восхитительного этого мира шотландского это было бы действительно подарок всему человечеству возможно он с новыми красками начал понимать что такое покой который он так искал и вот когда ты можешь понять принять и стать дружелюбен по отношению к самому себе вот это и есть тот самый покой покой вот он здесь сейчас на этой лавочке на берегу северного моря но он искал таким своим русским путем через бурю через буря да из премьер северного моря и северного моря северного моря и в Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok